Всем привет, меня зовут Аня, добро пожаловать на мой канал Анетта Блок, и у нас опять будет небольшая организация фотокарт, и помимо этого я бы хотела организовать всякие открыточки, закладочки и пленочки, в общем, надеюсь, что вам данное видео понравится, и вы ему поставите пальчик вверх, также оставляйте ваши комментарии, потому что они помогают продвижению моих видео. Вот как раз можете написать, собираете ли вы целенаправленно всякие открыточки, закладочки, если да, то как давно, и с кем, где вы это все храните, то есть вместе с фотокартами, или у вас какие-то тоже отдельные биндеры, коробочки, в общем, в каком это все формате у вас лежит. Также можете пожаловаться, если у вас что-то где-то застряло, как и у меня в том числе, потому что из-за проблем с нашей почтой, я даже не знаю, в каком порядке у нас будут выходить видео, потому что и так в последнее время я не знаю, как дальше быть с каналами, если честно. Так что все будет зависеть напрямую от вас и от вашей активности, и если вдруг захотите дополнительно поддержать мой канал, или меня, и мое творчество, то можете это сделать при помощи доната, либо подписки на бусте. Огромное спасибо всем тем, кто данным образом меня поддерживает, потому что благодаря вам видео до сих пор продолжает выходить на постоянно основе на моем канале, в особенности обзоры на музыкальные релизы, хотя у меня есть другой тип контента, который мне тоже нравится для вас снимать. Дополнительный как раз контент есть на бусте, ну или также можете заглянуть в мой магазинчик с брелочками, можете заказать что-нибудь для себя или в подарок для своих близких, на любую тематику. В общем, все ссылочки будут в описании под видео, на мой телеграм, на все остальные социальные сети, ну и также все ссылочки на товары, которые я заказываю для организации своей кип-поп коллекции в целом. В основном все беру с Алиэкспресс, всякие биндеры и коробочки. Давайте как раз с этих закладочек и начнем. Тут у меня остатки карт на продажу, которые не купили, буду, наверное, по новой копить. Этот биндер я тоже оставлю ссылочку в описании под видео, но если честно, он мне не очень понравился, он какой-то совсем хлипенький, совсем прозрачный, странички очень быстро деформируются. Но в целом, я думаю, если мы сейчас это все сложим, то просто это можно будет убрать в коробочку. Все вот последующие альбомы, если я вдруг буду распаковывать, исключением фотокарт, все остальное наполнение оставлять там, потому что если вдруг мне приспичит продать альбом, то чтобы это все не искать по углам. Я тут заранее попыталась сделать первую страничку, вот такие мне тут пленочки дарили прекрасные. И вот чтобы они тут держались, даже пришлось их приклеить на скотч, но поскольку с ним ничего не случится, так что пусть так и останутся. По размеру, если честно, ни туда, ни сюда. Давайте начнем со Stray Kids. Их у меня тут тоже не очень много. Ну как сказать, в основном они. Есть у меня вот такие пленочки, они у меня уже лежат целый год. Это из грейтинга Stray Kids за 23 год получается. Я их очень долго не могла никуда пристроить. Я вот не знаю, получится ли это все впихнуть сюда. Возможно, не все вам будет видно. Вот я теперь думаю, как это лучше сделать. Либо по две на одну страничку, либо просто сделать пока что односторонний. Я вот не знаю, хватит ли нам страничек. Минус в том, что они будут все болтаться, если их никак не закреплять. Давайте пока что двухсторонний сделаю. Не очень у нас красиво вот это все выглядит. Может быть, я потом, конечно, это все переделаю. А кто у нас потом идет? Вот эти два покемона. Окей, пока что забавила вот эти странички. Но вот из-за того, что они перекатываются, ну вот их каждый раз вот так вот возвращать на место. У меня есть три пленочки из альбома Go Life и две из Максидента. Но две повторки. Вот одну оставлю, вторую куда-нибудь потом. Под шумок мы ее, может быть, с альбомом когда-нибудь продадим. Мне вот эта больше всего нравится. Давайте вот эти две на одну страничку. И вот эти две на вторую. Что у нас идет потом? У меня есть вот такие девчонки. Давайте твать будут. Я бы очень хотела, кстати, зелененькую штучку. Но поскольку я брала всего лишь один альбомчик, мне выпала в рандоме вот такая. Но как-то заняться или направленно охотиться не вижу смысла. Но для моей зеленой эстетики, для моей комнаты, очень бы она подошла. Есть две штучки из альбома Itty. Правда, вот я не знаю, как это лучше сделать. Нет, давайте мы лучше гонили добавим, чтобы был у нас белый фон. Так же у меня есть еще одна пленочка с Чангюном из альбома Монсты. Ну ладно, давайте пока что вот так сделаем. Давайте наоборот. Две закладочки с Хасоком. Ну давайте вот так. И вот это у меня самая древняя закладочка. Это альбом Дан Хана, 2019 год. Она у меня уже вся запачканная, грязненькая, потому что постоянно из биндера в биндер ездила и каталась. Хотя вот есть еще вот такой минхо. Вот не знаю, есть ли смысл сюда добавлять минхо. Вот он сюда влезает. Так что мы его тут тоже оставим. Ну слушайте, еще половина биндера осталась. Я вам уже ранее показывала то, что Хасок сюда не влезает. И вот эти полосочки тоже из альбома Stray Kids по ширине сюда не входят. Пыталась всякие открыточки запихнуть, только все испортила. И вот ровно половину биндера у меня это заняло. Может быть не очень, конечно, красиво, но я не особо ценитель таких штучек. Но и жалко мне их куда-то выбрасывать, да и продавать особо некому. До этого все вот эти полосочки хранились в биндерах, но я как раз их и достала, чтобы освободить место. Но, к сожалению, все перекатывается. Ну ладно. Вот когда листаешь, не очень удобно. И давайте тогда приступать к фотокартам. Их у меня совсем немного. Для каждого биндера по несколько фотокарт. Начнем мы потразиться с BTS. И тут у меня всего две карточки. Я, к сожалению, ничего не покупала нового. У нас только будет небольшая распаковочка на альбомном Джона, платформ-версию. Но как скоро это все будет? В моей задумке опять все пошло не так, как я хотела. И вот смотрите, какая у меня тут ситуация. Вот эти карты предзаказки от предыдущих релизов. Поэтому я вот это все достаю. Мы для этих карт заведем новую страничку. А вот эти две карты я добавлю сюда. Пока что. Порывалась в этом году собирать хасока. К сожалению, так этого и не делаю. Вот такая у нас мини-организация. У нас, кстати, еще уже недавно вернулся Джин из армии. Буквально на днях, с чем я всех вас и поздравляю. Те, кто ждал этих прекрасных мужчин и ждет до сих пор. Но там до октября осталась хасочка дождаться, а потом все остальные доберутся. В общем, когда все ребята соберутся, баланс планеты и вселенной восстановится. Я просто хочу в это верить, потому что мир, походу, сходит с ума без них. Но я, по крайней мере, точно. Что касается Stray Kids. На момент съемки видео камбэка нам так и не объявили. Последние полгода нам просто конкретно уже делают мозги. Опять разговоры про камбэк в июле. Уже даже и точное число есть. В общем, посмотрим. Может быть, что-нибудь кинут или уже вкинули на момент публикации видео. Если честно, не очень готово, но в целом будем брать. Куда деваться. Теперь мы переносимся к биндеру с джуповскими группами. Я тут, зная свою хреновую память, сохранила открыточки. Заранее сюда положила. Но у нас здесь добавятся еще новые девчонки с СМ-овскими группами Red Velvet и Espo. Если вдруг пропустили на них распаковочку, то обязательно посмотрите. Давайте тогда сначала разберусь с открытками. Здесь у меня Еджи. Давайте сюда добавлю Сану. Открытки, к сожалению, тоже никуда не подошли. Кстати, вот эти штуки тоже можно было добавить сюда. Хотя они там тоже будут кататься. Раз файлик. И вот еще один. Вот одна открытка стояла на полке, уже вся скрутилась. Ну, давайте ее тогда под пресс класть. Раньше были файлики с делением. Но что-то сейчас мне их не достать. Что у нас с Xenery Heroes? Мои биасы в этом камбэке меня проигнорировали. И я целенаправленно их не собирала и не покупала. Пока что ничего не обменивала. И не продавала. Поэтому пока что все добавлю. А как я это все добавлю? Айдут ноу. У меня появилось несколько Чансу. Вот этот пацан. В общем, для этого биндер у нас сегодня будет больше всего фотокарт. Пока что сделаю такую страничку. Не знаю, пока что буду ли я его оставлять. Новую страничку сделаю с Соди. Вот такие карты у меня есть. Давайте вот так. Что у меня осталось? Вот таких два джиона у меня осталось. Вот таких два джиона. Каон. Так, так, так. И все. Давайте пока что делать вот такую страничку с джиона. У меня для этих штук нет подходящих протекторов. Возможно, я их буду обменивать как-нибудь с подругой, если получится. Вот эти карты очень красиво переливаются. Вот Гаон. Можно, конечно, пока сюда поместить. Ну ладно, пусть будет здесь. Если он мне потом еще где-нибудь выпадет, то буду для него новые странички заводить. Пока что моя коллекция выглядит данным образом. В целом совсем немного. При слове того, что половину мне дарили, а половину тупо рандом. К сожалению, я с ними ничего не покупаю. Хотя из нового камбэка. В целом у ребят неплохие карты. Но самые классные это, конечно же, бродки. Они стоят, ну, не дороже денег, как говорится. Но я пока что не готова на них тратиться. Здесь у нас девчонки. Присло несколько карт саны. Точнее всего лишь две штучки. Что-то у меня все перемешалось. Так. Джессон, ты как сюда пробрался? Вот как же мне быть? У меня там куплены еще две карты саны. Поэтому я с ней сделаю страничку новую. Я их пока что добавлю вниз. А потом мне придут еще две кое-какие альбомочки. И вот сюда я их как раз и добавлю. В общем, я сейчас в процессе съемки видео поняла, что у меня все-таки закончились все файлики на четыре деления. А все, что у меня там лежит с топкой, это просто либо на два деления файлики, либо вообще на одно. Вот таких две странички я наскребла. Я надеюсь, что нам их хватит. Вон сколько свободных вечно отсеков. Сколько у нас эсэмовские группы. Вот еще одна страничка. Ладно, сейчас все порешаем. Это мы тут и оставим Карину на вторую страничку. А вот девчонок-верветок у нас пять. Те, кто собирает Red Velvet, пять девчонок для биндера формата А5. Я не знаю, как вы это все организовываете. У меня был, в принципе, план, как это все можно разместить по цвету хотя бы. Давайте шапочки сюда. Ссылки сюда. Немножко не по старшинству. А вот эту карту сюда. Ну, простите, мои хорошие. Так получилось. Насколько я поняла, там у Вельветок новый камбэк. Опять там все любимки возвращаются. Что-то я немножко умаялась. Хотя вроде ничего такого сверхъестественного не делаю. В общем, со всей сборной Солянка мы пока что покончили. Хенминсонов у меня совсем немножечко осталось. Я сейчас не так активно их покупаю. К сожалению, есть некоторые трудности с их коллекционированием. Так. И вот тут карточку достаю. Я во блоге показывала, что здесь у меня хранятся аниме-карты. Я увидела ваши комментарии о том, что вы были бы не против посмотреть такие организации фотокарт с 2D-менами. И не только. Я это сделаю в одном из следующих влогов. Потому что те, кто смотрит чисто из-за кей-поп, будут смотреть только кей-поп контент. Те, кто смотрит просто все подряд со мной, в принципе, во вложике вы это все тоже увидите. Так что ожидайте. И там, кстати, еще кое-что идет с карточками аниме с нами. Господи, куда я влезла? Что у нас с картами Минхо? Их тут у нас совсем немножечко. И то половину из этого вы мне тут надарили. Большое спасибо, мои хорошие. Вот это у нас улов, да? Я вам говорила то, что, в принципе, Рокстар я закрыла, кроме хедлайнера. Возможно, пока что я на него забью. Ну, вот эти карты просто вот копировать, вставить. Вот, вот что? Пис. Что это? Мой хороший. Ладно. У меня в этом году 4 года, как я стеню Стрейкидс с Эррогатсменю. И я это сделала из-за Минхо. Застенила Стрейкидс. И вот просто из-за этого мэна я до сих пор страдаю. Не переживайте, фиксация со Стрейкидс и с Хельминсонов и со всех остальных у меня не прошла. Так что есть такая приятная ностальгия и шок от того, как быстро летит время. Те, кто стенит Стрейкидс, то напишите, с какого года вы за ними следите или с какой-то определенной эры. А вот этого, куда я выселила? Ну ладно, пусть будет здесь. Скоро с этими картонками, походу, выселят меня. Еще мне дарили на день рождения вот такого малышулю, тигрулю. Но, по-моему, у меня для него нет места. Есть вот такая страничка. Давайте я ее пока что перемещу в предзаказке. Может быть, здесь оставить. Ладно, давайте оставлю здесь. Предзаказок у меня не появилось из вот этих старых R. Наконец-то я закрываю 5-стар, будь он не ладен. Я пока что больше не хочу возвращаться к 5-стар и рок-стар, потому что никаких сил и нервов уже нет. Вот это нагнетание с новым камбэком тоже немножко уже выматывает. Давайте тогда добавлю сюда вот это. Наоборот сделала. Как вы можете заметить, у меня нет каких-то редких предзаказок. Все это бралось по очень дешевым ценам. Вылавливала как могла. Но стараюсь брать наиболее понравившиеся. Несколько предзаказок у меня еще взято. Но пока они не пришли, я не вижу смысла вот эти все листочки добавлять. Вот, кстати, по поводу грейтинга. Я тут жаловалась, что не знала, как закрыть страничку. И мне как раз напомнили о том, что вот эти штучки можно сюда добавить. В принципе, у меня была такая мысль ранее. Но почему-то я про нее напрочь забыла. А мне потом в комментариях опять об этом написали. Я такая, ну да, в принципе, так и сделаем. Выглядит, конечно, визуально на видео не очень. Ну ладно, это грейтинг. Покупала данный сет только ради одного полароида, по сути. Все, с минху я закончила. Теперь переносимся к хенжино. Хенжинов у меня тоже немного. Просто посмотрите, каких прекрасных пупсиков в свитерочках мне подарили моя прекрасная зрительница. За что вам большое спасибо. Вот это апгрейд, да? Вот это я понимаю. Вот эти две карты я сама покупала. И брала, знаете, как раз вместо вот этой карты. Потому что она мне никогда не попадалась. Виша у меня до сих пор не закрыт. Но, в принципе, то, что я хотела, свой минимум я собрала. Потом идут либо бихайнды, либо те карты, которые мне уже менее интересны. Поэтому еще раз огромное спасибо за такого хенжина. Вот эти пупсики пока что в сборе хотя бы. А вот этот малышуля мне пришел давно. Он просто у меня красовался на полочке. Поэтому, наконец-то, я его возвращаю. Каждая организация забывала его вернуть на место. Тоже решила ставить без хедлайнера. Второй бихайнд я буду дожидаться. И вот как раз тоже закроем страничку. С этим пупчиком тоже покончено. Остался у нас Джессон. У нас тут что? А, тоже предзаказочки. Рокстар. Файвстар. Это все хрень. Наконец-то закрываем. И больше к этому не возвращаемся. Ну вот Джессон у меня единственный, кто собран из Рокстара. Ну, конечно, везде эти палики разложила по биндерам. А потом удивляюсь, что они закончились. Здесь тоже файвстар с предзаказками. Закрываю и больше про это не вспоминаю. И Рокстар у нас еще едет. Совсем немного, но что есть. Ну а что наскребли? И остался у нас гритинг. Вот я хотела сюда карту с мамберши подобавить. Но будем закрывать четырьмя карточками. У меня пока что Джессончик висит на стене. Со всем остальным акне-лайном в качестве календарика. Поэтому я пока что добавляю только эти карты. Карты, которые я хочу сейчас попытаться собрать. Это вот Хюнминсона со всякими сакузушками. Пока что все собираю в разнобой. Просто стараюсь максимально дешево это все уловить. Я ничего пока что не загадываю. Просто сижу и жду камбэк. Который меня уже нервирует немножечко. Но, как говорится, денег нет, но мы найдем. У нас тут, как обычно, розовенькая, зелененькая, голубенькая эстетика. В общем, ничего нового. Заранее извиняюсь в том, что слишком тут нутной была, как всегда. И душнила. Но у меня такая душина. Что-нибудь бубнить под нос. И организовать фотокарты. Я все равно надеюсь, что вам хоть что-нибудь из этого понравилось. Так что ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Напоминаю то, что все ваши комментарии помогают в продвижении моих видео. Посмотрите предыдущие ролики, если вы вдруг пропустили. Все ссылочки будут в описании под видео. На телеграм, на бусти, на материалы. Даже ссылочки на музыку я всегда оставляю. Что-то я сегодня, правда, очень сильно устала. Я просто, как всегда, снимаю всю ночью. Весь день была занята. Поэтому немножко язык заплетается. Так что, да, буду с вами прощаться. В ближайшее время у нас будет еще кое-какая распаковочка со старыми релизами. Кое с кем из джупа. Это вам такой мини-спойлер. Много чего заказано. Но вот, блин, из-за задержек с доставками, я не знаю, как оно все будет потом. Так что смотрите обязательно влоги. Я там тоже много чего интересного рассказываю, показываю. В общем, да, все. Пора затыкаться и с вами прощаться. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok